SCP-1481. Джин наркоман. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. SCP-1481 должен храниться в прочном запертом сейфе на втором этаже зоны засекречена. Сотрудники службы безопасности должны быть приведены в полную готовность во время проведения экспериментов с SCP-1481. Описание. SCP-1481. Пластмассовый многоразовый стаканчик для кофе. SCP-1481 находится в неактивном состоянии до тех пор, пока до него не дотронется разумное существо. Если SCP-1481 потереть, он перейдет в активную фазу, во время которой из него появится призрачная гуманоидная фигура. Здесь и дали обозначаемы как SCP-1481-1. SCP-1481-1 одета в несколько пальто и рваные джинсы, которые также выглядят призрачными и, похоже, покрыты пятнами от неизвестных веществ. SCP-1481-1 страдает нервным тиком, который проявляется каждые несколько минут. Сразу после появления SCP-1481-1 предложат исполнить неограниченное количество желаний человеку, призвавшему его. Однако SCP-1481-1 в основном не исполняет загаданные ему желания и часто игнорирует их, ошибочно заявляя при этом, что уже выполнил их, либо исполняет желания, но не так, как он-то него требовали. SCP-1481-1 делала множество запросов, которые обычно сводились к требованиям алкоголя, наркотиков, денег и горячей еды. Приложения испытания проводились доктором засекреченно. Целью испытаний было получение общих знаний о способностях SCP-1481-1. Протокол экспериментов с SCP-1481. Требуемый предмет 1 бутерброд. Результат. SCP-1481-1 произвело бутерброд, который сразу съела. Требуемый предмет выигрышный лотерейный билет. Результат. SCP-1481-1 произвело проигрышный лотерейный билет. Требуемый предмет. Алмаз массой 100 карат. Результат. 100 грамм угля. SCP-1481-1 уверала сотрудников, что это не уголь, а чистые алмазы. Требуемый предмет. Смысл жизни. Результат. SCP-1481-1 из... Терично смеялась в течение 3 минут и 14 секунд. Затем сказала, что забыла, о чем его спросили. Последующие подобные запросы привели к тому же результату. Требуемый предмет. Источник неограниченной энергии. Результат. SCP-1481-1 произвело одно перченое яйцо, которое сразу съела. Протокол интервью. Доктор. Здравствуйте, SCP-1481-1. SCP. Мир, чувак. Доктор. SCP-1481-1, я хочу задать тебе несколько вопросов. SCP-1481-1 пристально рассматривала южную стену комнаты для проведения интервью в течение 6 минут и 10 секунд перед тем, как ответить. SCP, а ты когда-нибудь замечал, насколько эта стена белая? Я чувствую, что в этом есть какой-то смысл. Доктор. Доктор, касательно тех предметов, которые ты производишь, я хотел бы узнать, откуда они берутся? SCP, я не знаю парня, который... Ну, это парень, который знает парня. Ну, ты понял. Доктор, как? SCP-1481-1 прерывает доктора. SCP, хватит с меня проклятых вопросов. Чувак, мне надо закинуться всего лишь одну дозу. Вы не можете просто так взять и приказать, чтобы я сказал вам всё, что нужно. Если дадите мне, ну, я не знаю, скажем, 30-40 грамм, ну, этого, как его, травки или чего-нибудь в этом духе, я прошу, чувак, ну, пожалуйста. SCP-1481-1 предоставили 40 грамм метамфетамина, который оно сразу же употребило. После этого SCP-1481-1 говорила без остановки в течение 5 часов и 23 минут. Большая часть того, что SCP-1481-1 сказала, за это время представляла собой непостижимый словесный винегрет с вкраплениями ругательств и неизвестных неологизмов. Полная расшифровка стенограммы этого словесного винегрета доступна в документе 1481-RL51. В этом отчёте приведён отрывок, заслуживающий наибольшее внимание, поскольку в нём может быть представлена информация о происхождении SCP-1481-1. Выдержка из монолога SCP-1481-1. Ну, так вот, стою я, я стою я, прямо перед этим парнем, жду терпеливо, чего он, мать его, в канаву пожелает. Он смотрит на меня и говорит, что его первым желанием будет, чтобы я, 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 его первым, он говорит, он, он хивать-холодеть хочет, чтобы я стал чокнутым, явучим, чёртовым, пьяницей, укурком-наркоманом. А потом он говорит, что его, его второе, его второе желание состоит в том, чтобы первое желание нельзя, нельзя было разжелать обратно. И потом он просто ушёл. Он даже не сказал своё последнее желание. Я не, я, я, я не, я не понимаю его. Я действительно не понимаю. И вот так, теперь я, я, моя жизнь, моя грёбанная жизнь пошла псу под хвост. Раньше я исполнял желания королей, исполнял все их прихоти, понимаете. Раньше я жил во дворцах, теперь у меня нет друзей. Только холодные ночи и твёрдая земля. И скучно, и грустно, и некому руку подать. И я... Протокол интервью, 1481-7. Доктор, SCP-1481-1, мне вот стало интересно. SCP-1... Доктор, если ты обладаешь такой силой, почему ты не произведёшь для себя столько наркотиков, сколько захочешь, как в случае с едой? SCP-1481-1 начинает плакать. Так продолжается в течение 17 минут 41 секунды, после чего оно исчезает и прячется в SCP-1481. Дальнейшее проведение экспериментов с SCP-1481 запрещено.